Приветствую вас. И думаю, что мне начать мой ответ стоит с того, чтобы определить, что сейчас на данный момент происходит. Вы пишите, что ваш муж сошел с ума. Когда вы пишите, что он сошел с ума, вы, к сожалению, обесцениваете его какие-то желания, какие-то чувства. Вот. Вы обесцениваете его потребности, вы обесцениваете его, может быть, страхи, что он проживет жизнь и, к примеру, не попробует всего, что хочет. То есть, конечно, речь идет не об изменах, но в любом случае вы обесцениваете то, что хочет ваш муж. То есть, вы обесцениваете его позицию. Вы говорите, что он буквально сошел с ума, хотя это не сумасшествие. То, что вы обесцениваете, это не сумасшествие. Это в некоторой степени потребность мужа. И вследствие того, что в вашей жизни, ну, скорее наступило, может быть, некое однообразие, может быть, что-то еще. То есть, нужно анализировать ваши отношения, чтобы понять, что привело мужа вашего к такой позиции, к такому решению, к такой, значит, к такому видению ситуации. Дальше. Вы пишите, мы брак и 27 лет со студенчества. Ну, 27 лет это срок, конечно, очень большой. И вполне вероятно, что сейчас ваши отношения переживают некий кризис. Вот. И... Тут нужно разбираться. Что происходит? Так что, на мой взгляд, тот факт, что у него внезапно, скажем так, активировалось... Аммм... Аммм... У него внезапно активировалась либидо, да, это... Аммм... У него внезапно активировалась либидо, да, это... Аммм... Имеет какие-то свои причины. Вот. Надо бы только разобраться, какие... Дальше. Последние два месяца стал присматриваться к каждой юбке. Значит, два месяца назад, эээ... Вероятно, что-то произошло. Произошло что-то такое, что... Навело вашего мужа на мысль о том, чтобы присматриваться, как вы говорите, к каждой юбке. То есть, что-то изменилось. Что-то случилось. И вот, что изменилось. Что случилось. Нужно исследовать. То есть, почему, да, вот... Как бы... Было все нормально, да? Ну... Ну... У вас было все нормально. Ну... Значит... Достаточно... Долгое время. Вот. А теперь что-то поменяло. То есть... Это не могло случиться просто так. У этого есть свои причины. Что-то произошло. Что-то... Мужчина для себя, возможно... Мужчина для себя... Что-то для себя, возможно, мужчина открыл... Ммм... 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 Изменить, например. Кто бы, скорее всего, это сделал. Что-то, что-то он бы взял и... Собственно говоря, просто вам изменил. Вот. Почему он об этом говорит? Почему он об этом говорит? Для чего он об этом говорит? Почему он это не скрывает? И... Почему он... Эмм... В общем-то... Ммм... Ммм... Отгровенно об этом заявляет. Это вот вопрос. Сладывается такое впечатление, что... Эмм... Мужчина пытается вызвать у вас... Какую-то реакцию. Определённую реакцию. Какую-то. И... В общем-то... Ммм... Ммм... Если это... Если это так... То это вопрос... Эмм... Опять же... Скорее... К вам. Это вопрос к вам. Почему он... Эмм... Пытается вызвать у вас... Такую реакцию. Это вопрос к вам. Эмм... Какие у вас... Эмм... Отношения... С... Эмм... Человеком. Эмм... То есть... Что-то же его... Ну... Мотивировало... Мотивировало... Эмм... Так себя... Эмм... Вести... Эм... С вами... С вами... Вот... Понимаете, да? То есть... Это скорее... Вот именно... Эм... На мой взгляд... Это скорее... Эм... Попрепность... Вы... В... Вести... Вас... На... Какие-то эмоции... А... Эм... 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 Реально... Что-то сделать. Потому что он знает, что вы ревнивы. Он совершенно уверен, что в этом нет ничего, особенно в жизни мимо проходят, а то столько желающих и страждущих женщин на него рассматривается. Надеюсь, я не очень, если честно, понял контакт, который вы уподребили, скажем так, вот это слово, да, что тут столько страждущих женщин, вот, то есть непонятно, говорите ли вы это в иронии, говорите ли вы это зергостично или так на самом деле, но я хотел бы, чтобы вы просто подумали о том, почему мужчина об этом говорит. То есть много женщин, действительно, может быть много женщин, если много женщин, просто берешь и с ними как бы спишь, но ваш мужчина этого не делает, он этого не делает, повторюсь, вы просто об этом и подговаривали, он хочет получить ваше ваше разрешение, одобрение или что. Так? Дальше. Принцип «не мыло не смылится» для меня неприемлем. Я ревнивый и терпеливо ждать, вариться в бульоне обид и отчаяния не смогу. Слушайте, ну, если вы ревнивая, то с ревностью, ну, и наработать самую с ревностью, это неуверенность в себе, это страх одиночества, и, в общем-то, еще некоторые проблемы. Кроме того, ревностью вы толкаете своего мужчину на измену, даже если он, к примеру, этого, ну, или не хочет, да, или просто эта мысль у него может не обязательно закрепиться, но вы тем, что его ревнуете, тем, что вы ревнивая, как вы говорите. Вот. А вы его, конечно, провоцируете. Вот. И мне, в общем, в этой ситуации кажется, что, возможно, именно ваша ревность одна из причин, по которой он сейчас, ну, смотрит на других женщин. Вот. Возможно. Возможно. Потому что, 27 лет вы вместе прожили, и при этом вы ревнивая, то есть, ну, это, это совершенно точно, да. И не совсем нормально, не знаю, не совсем, но не совсем, скажем так, норма эта. А дальше, по поводу обиды и отчаяния. Здесь вы, ну, оказались в двоякой ситуации, на мой взгляд. То есть, с одной стороны, ваша обида и отчаяние понятны, но, с другой стороны, это означает, что мужчина для вас значит, ну, достаточно много. Вот. То есть, человек, человек для вас имеет значение, вероятно, больше, чем, опять же, это нужно для здоровых отношений. Вот. И я бы хотел, чтобы в этот момент для себя, так же, рассмотрели бы, ну, и, соответственно, поисследовали бы, во-первых, причину обиды и отчаяния, да, потому что, ну, в отношениях всё может измениться, и чувства могут пройти, и приоритеты могут стать, ну, другими и так далее, да. То есть, как бы, это, ну, это жизнь. Это жизнь. И тут вот хочется вас спросить столько, да, вот вы, насколько, допустим, ну, в себе уверены, да, насколько вы ориентируетесь в жизни на себя, да, что, вот, значит, что у вас обида и отчаяние возникают. И отчаяние, да, по сути, что это, невозможность что-либо делать дальше, вот. А обида, это завышенные ожидания и подспудная потребность вызвать у человека чувства вины, чтобы он, ну, по итогу, сделал то, что вы, например, хотите. Вот. Понимаете? Какая штука. Вот. Так что здесь, опять же, личная ответственность, ну, не знаю, ваша. Вот. Немаловажный момент заключается и в том, это в будущем или сейчас вы чувствуете обиду. То есть, вот этот момент, он чрезвычайно важен. То есть, если вы чувствуете обиду сейчас, то с этим нужно работать, грамотно доносить мужчине, что вам, ну, неприятно, и это, в общем, нормальная история, что вам может быть неприятно то, что он говорит и то, что, по вашему мнению, хочет сделать. Вот. То есть, главное, такое ощущение, что в вашей семье, в вашей паре назрели какие-то проблемы, которые вылились вот в такое, вот, в, ну, в его такое поведение, поведение. Вот. Частично, конечно, в поведение девиант, безусловно. И нужно это исследовать, потому что вы вложили, вы вложили, как бы, свое участие в том, что это произошло. Я вас ни в коем случае не обвиняю, да, но я просто хочу сказать, я просто хочу сказать, что вы вложили, в том числе, вы в том числе, приложили руку к тому, чтобы это случилось. И вот вам свое отношение к этому необходимо исследовать. И скорректировать свое поведение так, чтобы, по крайней мере, по крайней мере, с вашей стороны, не было больше таких симулирующих факторов, да, чтобы мужчина к этому стремился. Далее, вы пишите, что же мне делать? Что мне делать? Что мне делать, чтобы что наделать? То есть, что вы хотите-то делать? Цель какая? Да. Должна быть цель. То есть, если, например, разобраться в себе, что это одно, если в себе разобраться, да, разобрать причину вашей ревности, ревнивости, как вы, условно говоря, к этому относитесь, да, к своей ревности, и так далее, если вот с этим работать, то это, ну, один момент, вот. Если же мы говорим о, допустим, ну, допустим, если мы говорим о гармонизации отношений, да, да, то есть, если мы говорим о том, чтобы гармонизировать отношения ваши, вот, что это конечно, другая история, да, другой момент, и другая поведенческая направленность, и, значит, ну, и стратегия другая, вот, понимаете? Вот. То есть, тут вот, на самом деле, аспект именно такой. Выбирайте, что конкретно вы хотите, да, для себя, выбирайте, что конкретно вам нужно. Вот. И, исходя из этого, уже можно будет что-то вам, соответственно, рекомендовать, и какая-то уже, значит, стратегия будет, значит, с психологом, вот, ну, работа с психологом, вот. Вот, в принципе, так. Я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, вот. отходите от обвинения мужчину в чем-либо, да, отходите от обвинения обвинения, вот. Больше обратите внимание на его потребности, на его желания, вот. Значит, не принимайте на свой счет то, что с ним сейчас происходит. То есть, к вам это отношение вообще никакого не имеет, скорее всего. Вот. Ну, то есть, глобально. То есть, локально, конечно, вы на это, ну, этому как-то поспособствовали. Вот. Локально. Локально. Это безусловно. Вот. Но глобально это к вам никакого отношения не имеет, и лучше будет, если вы со своими эмоциями, вот если именно у вас эмоции какие возникают, да, разберетесь. То есть, что у вас может сейчас, например. Это любовь, или это, значит, какая-то привязанность, или потребность, или что-то еще. Вот. Мне показалось, что вы своего мужа, знаете, как, ну, может быть, не идеализируете так прямо, но завышаете его вообще ценность и значимость. То есть, это тоже такой момент, если вы говорите, что вот вокруг него столько женщин, то есть, вот я подразумеваю, что он пользуется успехом у женщин, если вы подразумеваете, что он пользуется успехом у женщин, то, ну, невольно возникает вопрос, а вы тогда как же, да? Ну, а вы, насколько вы уверены в себе, уверены в себе женщина? Уверены ли вы в себе вообще женщина? Вот. Ну, то есть, давлением, прессингом ничего сейчас от вашего мужа не добиться, и определитесь, пожалуйста, целью, да, что вы хотите от психолога, потому что в зависимости от ваших целей, в зависимости от вашего заброса, уже можно будет проводить работу какую-то, а какая-то просто, такой, знаете, крик, какая-то просто жалоба, что вот, мой муж сошел с ума. Но, ну, обесценивали, насколько, да, мой муж начал поступать не так, как я от него, не так я привыкла, и не так, как я от него жду, понимаете? И это, конечно, не та позиция, которая обеспечит какой-то, конструктив. Вот. Скорее всего, вам, в том числе, нужно будет меняться, скорее всего, вам, в том числе, нужно будет что-то предпринимать. Вот. Изменения, видимо, назрели. Вот. Это нормально. Они выражаются так, в такой форме, но это изменения. Если вы изменения эти не примите в своем муже, вот, не примите, но не перенаправите их в конструктивное русло, да, вот, то будущее ваше для меня выглядит крайне неопределенным и, я бы сказал, даже печально. Вот. Не хочу вас расстраивать как-то и так далее. то есть, определить для себя сейчас, прямо сейчас, что вы готовы делать, делать, ну, в этой ситуации, вот, что вы готовы делать. Готовы ли вы меняться, готовы ли вы анализировать свое поведение, анализировать свое отношение к своему своему мужу, вот, и так далее. Вот. Если готовы, то выбирайте себе психолога, вот, для индивидуальной работы и начинайте консультироваться и взаимодействовать, вот, консультироваться, работать, открывать для себя что-то новое, вот, и так далее. Я вам желаю всего самого доброго и удачи!